И сейчас у нас комментарий Торы. И мы сейчас комментируем главу Рия, которая переводится как Смотри. Я продолжу, что я говорил о кратком содержании сейчас только, и говорил о том, что Маше говорит не поклоняться лже-пророкам, идолопоклонникам, и что нужно отдавать десятую часть урожая в храм, в Иерусалиме, съедать там же те приношения, которые приносились в Иерусалим. И также идет речь о заповеди благотворительности, которая обязывает помогать нам, нашим братьям. То есть нельзя удерживать свою руку от помощи нашим братьям, сестрам, которые нуждаются. И я бы хотел сказать сегодня больше о такой моменте, как об этом месте, когда Маше говорит, в месте, которое избирает Господь, чтобы водворить там имя свое, должен быть возведен храм. И только в нем, а не в любом другом месте люди должны будут приносить жертвы Богу. То есть Бог, Он говорит четко, какое место нужно избрать для того, чтобы построить там храм. И это храмовая гора, да, как мы все знаем в Иерусалиме, там был у нас и первый храм, и второй храм, но сейчас храма нет. И я как бы вот на этом хочу сделать акцент, что происходит сейчас и будет ли храм в будущем. И что делать, когда его нет. Я сосредоточусь также больше на… Есть комментарии Торы и Пятикнижия, а есть Гавтора. Гавтора – это как бы… Комментарии Торы обычно делаются на Пятикнижия, а Гавтора – это также продолжение комментария только из пророков. То есть книги, да, вот эти, которые… Езеки, Лисая – это называются пророки, и там эти главы тоже можно комментировать и о них говорить. Мы поговорили о том, какое краткое содержание в этих главах было в Пятикнижии, а в Гавторе говорится, в Езекииле говорится о новом храме, который пророк показывает Езекиилю в видении. И он немного отличается от того храма, который был при Соломоне. Но давайте сначала вспомним, перед тем, как мы поговорим об этом новом храме, мы вспомним, какие храмы были до этого, и как бы обновим это в памяти. Бог выбрал место вот на горе Синай, это святая земля, на которой вскоре после явления Всевышнего в неополимом кусте Терновника была дана его Тора. И это самая обычная гора, она находится не выше каких-то других гор, она по своему виду ничем не примечательная, но она находится в таком месте, как бы дальше там уже идет самая низкая точка в Израиле – Мертвое море. И это тоже можно проследовать как местописание, что из глубины я дам откровение народу, из глубины выйдет Тора, из Сиона выйдет Тора и напоит все народы земли. Мы помним, что Бог сначала говорит построить Скинию, Моше, и эта Скиния, она в течение 39 лет путешествует вместе с евреями по пустыне. Потом, когда народ выйдет в Израиль, в землю обетованную, Бог дает Соломону понимание, как построить храм, Давиду, и потом его сын Соломон строит храм. Он существует определенное время, который он постоял около 400 лет, этот храм. После этого храм был разрушен и построен еще один храм, второй персийским царем. Он так снизошел к еврейскому народу и храм был построен второй раз. Но и этот храм, он существует до 70-го года нашей эры, и в 70-м году он был разрушен. Мы все знаем, что храмовая гора и вообще храм для еврейского народа – это очень важное жизненеобходимое строение, назовите его как хотите. И оно является неотъемлемой частью еврейского народа. И когда его нет, то есть есть такая заповедь, что храм должен быть построен заново. И если можно, там я скидывал картинки, Дим, получится показать картинки с храма, да? Класс, спасибо. Сейчас, секунду. Вот одним из главных мест, там пока показывает картинка, да, это вот храм Соломона. Если можно ее приблизить, можно так? Не сенсорный экран у вас здесь, не? Место в Псалмах, которое говорит о том, что храм, который стоит на храмовой горе, вот это место, что оно окончательно как бы вот избрано Богом, говорит следующий стих. Вот место покоя моего вовеки, здесь обитать буду, потому что я возжелал его. И так же эту гору называют Сион. Как мы знаем, все, тоже местописание, из Сиона вышло избавление и Тора для народов. Вот что говорит, есть такой известный комментатор Торы, Рамбам, он говорит, что место, где строили жертвенник Давида, Давид и Соломон, это место, где строили жертвенник и приносили в жертву Исхака Авраам. Это также место, где Каин и Авель, вот произошел у них конфликт. И то есть вот эти все знаковые места, где происходили вот эти вот жертвы, они происходили все на этой горе. Итак, мы немножечко вспомнили о храме, да, и поняли, что Бог избирает это место, как место постоянного своего обитания, еврейского народа в Иерусалиме. И сейчас мы обратимся вот именно к Гафтаре, что Гафтара, то есть Тора говорит о вот это видение, которое было Езекиилю, пророк Езекиилю, вот этот вот человек, который явился ему, он показывал ему там храм в очень таких четких пропорциях. И он несколько отличается от того храма, который вот первый и второй храм, как я уже сказал. И понятно, что это говорится о храме будущего, о храме, том храме, который спустится, спустится, есть такая версия, что он как бы спустится с небес. Но, может быть, он будет построен, да, до того, как он спустится. Вот. И, то есть, этого точно никто не знает, как третий храм будет явлен для израильского народа. Некоторые думают, что третий храм, он имеется в виду духовный храм. То есть, есть такое местописание, второе фессалоникийцам, глава 2, 3-4 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет, прежде отступления не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». И вот говорится, да, явно, что он, то есть, не говорится в каком, физическом или духовном, но некоторые люди говорят, что вот человек греха, который будет в последнее время, он, есть два варианта, он васядет как бы в духовном храме, то есть в наших сердцах, а кто-то говорит, что это будет физический храм, который будет построен в Иерусалиме. Я лично думаю, мое мнение, что это будет физический храм, который будет построен, третий храм, который будет построен, и в этом храме васядет вот человек греха. Мы сейчас говорим о том, будет ли построен третий храм и в каком виде. И сам израильский народ и сами евреи, они желают этого, как мы уже поняли, что это одна из заповедей, что храм нужно построить, если его нету. И сейчас в Иерусалиме есть институт храма, который изучает, как должен он выглядеть. Они уже создали всю утварь, которая должна быть. Что такое утварь? Это все предметы, которые должны быть в храме. Минора, то есть все эти вещи, как по Писанию описаны, они уже там есть. Созданы, но остается только построить храм. Построить храм в наше время можно сделать очень быстро, поэтому, возможно, ожидается какой-то удобный момент. Также идет подготовка к этому храму. Третьему чисто в физическом виде в Израиле по ДНК среди еврейского народа нашли и выявили тех потомков колена Леви, которые служили в том храме, который был во втором храме. И они уже обучаются, они уже восстанавливают эти все традиции и учатся, если храм будет уже, как бы вступить в него и начать служение. Еще одна интересная вещь, что из Америки привезли нам, нам, ну нам, почему нет, рыжую телицу, рыжих коров. То есть вот этот вид, который нужен для того, чтобы восстановить служение в третьем храме, привезли такой вид, который без пятна и порока. И он уже тоже есть в Израиле. И вот такие вот вещи, они происходят, которые ведут к подготовке возрождения такой духовной израильской жизни в физическом храме. Но что мы знаем точно, мы не знаем точно, будет ли он построен или нет. Это все как бы предпосылки, но мы можем говорить, он будет построен или не будет построен. Поживем, увидим, как говорится. Но что мы знаем точно сейчас, то есть где обитает Бог сейчас, если в то время это было место обитания Бога, это была его шахина там, его дом, то где Бог обитает после того, как храм разрушили. Давайте обратимся к Новому Завету, к Брит Хадаша, и посмотрим, что говорит нам об этом мессия Ишуа. В Иоанна в 4 главе с 19 по 24 стих Ишуа общается с самарянкой, и он, она у него спрашивает, она говорит ему, что Господи, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сии, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. В 1 Коринфяна, 6 глава с 19 по 20 стих говорится, не знаете ли, что тела ваши, суть храма, суть храм живущего вас святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И мы видим далее, что народ по Брид Хадаша, по Новому Завету, мы видим, что еврейский народ, язычники, они становятся как согражданами, согражданами Божьего Царства. И вот об этом говорит следующий отрывок. К Ефесянам, 2 глава, 14 по 22 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей, учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальними и близким. И потому через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане, святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа короигольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божия Духом. Что мы понимаем из этих местописаний? Мы понимаем, что сейчас Бог, благодаря Иешуа, Он может обитать в нас. И наши тела, они являются Божьим храмом, и Дух Святой, Он нас наполняет. И из всех нас, евреев, а также неевреев, Бог создает такой вот невидимый духовный храм, тело, которое служит Ему до того момента, как будет или не будет создан физически. Вот. А там уже дальше посмотрим, как оно будет. Всем спасибо. Благословений. Шаббат. Шалом.